В мир балета мечтает попасть чуть ли не каждая девочка, но надеть пуанты и примерить белоснежную пачку удается далеко не каждой. Несмотря на это, любовь к балету у них не угасает, и многие все так же представляют себя на сцене, где в свете софитов и мерцания звезд, в необычных декорациях, изящно тянет носочек заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова. Не стану сказать, что я очень блага этой встрече, потому что в вашем городе я танцую впервые, и мне хочется верить, что сегодняшняя программа вам понравится, и вечер будет очень теплым, потому что мы согремливаем наше творчество, а вы своей любовью. И знаете, я зачастую совершаю в жизни неожиданные решения и поступки, как в жизни, так и в творчестве, и может быть по этой причине сегодняшний шоу вас порадует своим разнообразием. В концертной программе «Зима», с которой артистка выступает в Кузбассе, гармонично переплелись классический и нео-балет, акробатические номера и даже оперное пение. Выступления артистов на сцене сменяют друг друга, как кадры из кинофильма, удивляя зрителей то необыкновенной пластикой грацией, то бархатными голосами и высокими нотами. Известные мелодии окутывают, а замысловатые па в исполнении Анастасии Волочковой завораживают зрителей. Яркие разнообразные костюмы артистов дополняют атмосферу сказочности. Зрители словно путешествуют во времени вместе с артистами. Оказываясь, что во Франции с 60-х годов, то вновь возвращаясь в современность. Мастер-класс современной хореографии увидели дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники танцевальных кружков и школ искусств. Интересные костюмы, интересные танцы, особенно первый номер и второй, очень понравилось. Мне нравится, как они поют, замечательный голос, костюмы, как они танцуют. Прекрасно просто. Я обожаю такие танцы. Концертная программа «Зима» длилась около двух часов, и каждый ее номер зрители приветствовали громкими аплодисментами. Возможно, в следующий раз балерина выступит на сцене уже вместе с кузбасскими детьми. Продолжение следует...